и снова всем привет на канале олег не стеров брест сегодня у нас немножко пасмурно но это нам как бы не помешает работать сегодня тоже день такой на разрыве надо съездить несколько мест но постараюсь что-то немножко ухватить может быть покажем как латочки поставить как обработать лонжерон ну и так далее и с утра как всегда для заряда бодрого и хорошего настроение а не ду режиссер говорит пьесы мы принесли он говорит не буду я вашу пьесу ставить почему так понимаете я не выношу мата батенька ну там же ни одного слова в тексте текст это нету ну в зале точно будет вот как бы понятно как бы еще страшно выглядит потому что не обработано когда обработаю тоже покажу да вот мы наложили латочку и точками вокруг ее обварили здесь вот пока как бы не провариваем когда мы уже вторую ладку вот эту с другой стороны поставим тогда мы вот тут уже обварим как бы вот здесь мы уже обварили да и здесь поставили латочку то есть подогнули сюда сейчас подварим здесь латочку ну в принципе тут показывать то особо нечего просто ну чтобы видели вы как ставится латка вот то есть я закрыл сейчас это все зачищу это потом я покажу и будем это все обрабатывать то есть варить можете точечками не обязательно сплошным швом вот эту чуть-чуть показал сплошным швом не обязательно сплошным швом варить можно точками все это будет держаться и вообще по сути в таких местах да она закрытое место здесь можно и не зачищать то есть обработал эпоксидном и мастикой все это задело можно как бы шов не счищает даже крепче будет ну как бы мы зачистим после сварки как бы убираем сварные швы тут ну как бы я до конца не стал убирать так прямо в гладкую вычистили все и кругом вот вот таким кругом да вот таким кругом зачищаем все но как бы металл у вас вышлифовывается ритка риска вот если погладить от болгарки да она очень гладко поэтому чтобы у нас зацепился хорошо грунт берем шкурочку 120 и набиваем риску то есть хорошо все вот так вот набиваем то есть вот рисочку набили и обезжириваем это место после чего наносим эпоксидный грунт можно 2к но я пользуюсь вот таким спектром и наносим чтобы грунт у вас попал прямо в щелки во все так вот я все забомбил и как бы даем грунту просохнуть хорошо ну еще раз скажу для тех кто может только попал на канал как бы это есть и в предыдущих уроках для чего нужен эпоксидный грунт повторюсь эпоксидный грунт имеет плотную структуру и не дает поступать воздуху и влаги в шов то есть мы сейчас шов обработали мы его хорошо вычистили то есть и пока нету ржавчины у нас да как ржавчины там у нас нет поэтому мы его ничем не протравлю если бы у нас была ржавчина там то бы мы либо цинкором протравили либо реактивным грунтом после чего снова накрыли бы эпоксидным грунтом эпоксидный грунт у него очень хорошая адгезия то есть прилипание к металлу отлично и как я сказал он не пропускает влагу с ведром и с валиком ну еще вот такая бытует мнение что под герметиком сейчас мы будем герметиком накладывать дачу подсохнуть под герметиком поддается гниению то гниет да гниет но это если вы плохо подготовили площадку то есть мы вот сейчас заварили да все это вычистили если бы машина немного на улице постояла схватила бы влаги началось там ржавение под швами и мы перекрыли все это да это бы загнило то есть если вы даже вот хотите машину выгнать на улицу обработайте сначала вот таким грунтом как я показал эпоксидным то есть это защитит шов от попадания влаги то есть и от ржавения естественно если вы вот вы варили место где у вас все-таки есть ржавчина я по-моему это говорил уже да то цинкором или это обработали как я и говорил то есть но если вы нормально все подготовили ржавчины не оставили внизу то и под герметиком ржавчины у вас не будет я использую в основном на такие вещи не силиконовый герметик там никакой а ну можно как бы шовный наполняющую массу я его показывал я использую вот такой для стекол он очень плотный застывает хорошо и держит хорошо то есть им намазываешь и сверху уже можешь перегрунтовать потом и красить там где надо вернее сначала где надо если ты все вышпаклевываешь выводишь все ровненько потом уже замазываешь герметиком то есть ну тут мы сильно извращаться не будем мы промажем шов там дальше у нас это мы вполне можем потом подшпаклевать то есть сейчас пока максимально защитим все швы ну клей немного прогрели накладываем можно еще вот так кисточку в растворителе намазать и обакуратить эти швы уже все можно у нас обработать герметиком остальные швы вот таким герметиком мы обработаем то есть это у нас идет герметик для нанесения кистью но ту кисть которую предлагают с ним пластмассовую той намазать очень тяжело то есть я не советую можете вообще нанести палочкой и растереть там палец в целлофан надеть ну сейчас я вам покажу как бы либо мягкой кисточкой более мягкой подрезаешь конечки пол кисточки делаешь и она более мягко красиво ложит но здесь швы у нас как бы такие не ответственные их можно сильной эстетику не наводить то есть мы намажем пальцем как бы вот так вот прям наносим нажили сколько надо не бойтесь там что то все так выглядит берем целлофанчик берем целлофанчик обычный пакетик чтобы просто пальцы не запачкать можете и запачкать и просто размазываем вот так вот и просто размазываем уже разглаживаем так поровнее ну и здесь вот все так замазываем здесь все равно будет замазываться мастикой то есть все все швы мы обработали и все швы мы спрятали как бы все задача выполнена швы защищены то есть я надеюсь будет все нержавеет как бы на ауди 100 металл сам по себе он идет нормальный практически нержавеет как бы задача выполнена швы мы обработали все это осталось загрунтовать то есть кое-где где там надо подшпаклевать ну как шпаклевать что я уже не буду показывать так же как и на машине ну на наружных частях то есть ничего тут сложного нет ну вот в принципе то и все то есть чем мы сегодня выяснили места где вы плохо отрезали где-то немножко не так отрезали да и у вас появились щели то есть вполне можно поставить латочку и не париться то есть ничего сложного тут нету просто вырезаете латочку меряете размер ставить латочку свои главное обработать швы вот вроде как на сегодня все да после такого ремонта берем ну у меня мавиль вот в таком же баллоне да и с внутренней стороны обязательно обрабатываем все мавилью потому что вы варили и то есть с внутренней стороны частей у вас скорее всего краска отошла то есть обгорела да поэтому снутри обязательно обрабатываем мавилью то есть под давлением загоняет то есть под давлением загоняем мавиль он там все это обволочет и то есть это вас спасет от ржавчины внутри анекдот ну не могу я оставить свой язык в задницу почему там уже и диплом и шило и мечты о светлом будущем ну а на сегодня все надеюсь все таки все равно какую-то информацию вы ухватили полезную для себя да пусть немножко но потихонечку все это укладывается все это нужно знать как бы некоторые уроки повторяются несколько раз как бы но на разных машинах разные ситуации то есть что способствует большему запоминанию да ну и плюс что передачи мы все-таки ведем в таком непринужденном стиле то есть не должны напрягать такие уроки выходите на зелу рацию вот ссылочка на зелу рации тоже можно спросить всяких советов решить свою проблему так же как в комментариях ну и на зелу рацию можно меня найти там его могу вам ответить в прямом эфире но на сегодня в принципе то все следующее видео не заставит себя долго ждать до новых встреч всем добра и бабла правильно